И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик, который посвящен у нас игровым видосам. Вам нравится, мы продолжаем. Как я уже говорил, что каждый день будем пытаться записывать данные видеоролики. Если активность будет продолжаться, напоминаю, 100 лайков. И следующий видос сразу же у нас записывается. И сегодня я немножко решил выбрать из своих вооружений, своих предпочтений, чтобы я бы хотел показать вам, показать то вооружение, на котором я, по сути, еще не играл ни разу в тех видосах, которые у нас в последнее время идут. И вообще, по сути, на данной пушке не играл где-то примерно, наверное, месяца 2-3, может. В последнее время ее занерфили. И как-то она ушла на нет, но я думаю, что это та самая пушка, на которую вам не только хочется посмотреть, но и, возможно, какие-то получить дельные советы, потому что я уверен, что игроки имеются, которые просто обожают ее, но в какой-то степени, возможно, уже не играют на ней, либо остерегаются. Но я вам сегодня хочу показать то, что она все равно до сих пор еще играбельная, и на ней постоянно можно нагибать. Я не играл, повторюсь, на ней где-то около трех месяцев, и, конечно же, разговор сегодня идет, друзья, про Страйкер. Тот самый Страйкер, который до определенного времени для меня был, ну, просто любимейшей просто пушкой. Когда его начали нерфить, когда начали нерфить Уран с этими четырьмя залпами, ну, как-то все начало так резко меняться, Гаус появился, и Страйкер просто ушел на какой-то другой уровень, и я про него в какой-то степени забыл. Сегодня поиграем, я думаю, что в регби, поиграем, возможно, таки еще в контроле точек, у меня там заданка на штурме есть, можно, в принципе, попробовать даже, наверное, и на штурме скатать. Пару-тройку режимов покатаем, и выбрал я корпус Sony Hunter, специально не хотел брать Харька, дабы это не было немножко проще, ну, и чтобы было какое-то определенное разнообразие в корпусах, при том раскладе то, что, ну, по сути, наверное, не так уж сильно оно роляет, и при том раскладе то, что сейчас я запикался в регби, я думаю, что можно покатать именно с данным нагибаторским корпусом. Как всегда, я использую, ребята, дрон-защитника, это, наверное, я не знаю, уже какая-то реклама одного и того же дрона, но, по сути, наверное-таки, на данный период времени я не вижу смысла даже вот в такой катке брать и одевать, например, бустера какого-то нагибаторского. Ну, а что касаемо страйкера, то ваншоты по легким танкам, как всегда, будут прилетать, и в этом нет ничего удивительного. И, к слову, я, честно говоря, думал, сейчас я запикаюсь и буду тут постоянно мазать и стрелять в молоко, но пока что вроде как даже очень неплохо попадаю. Что касаемо сплэша, я думаю, что сейчас у страйкера здесь все должно быть в полном порядке, и давайте пробовать накидывать, пробовать вытягивать. Я первый один кильчик какой-то дал, но я бы не сказал, что это был чересчур какой-то жесткий килл. Так, больше, наверное, везения какого-то рода, но главное это, конечно, врыв на доставочку, и сейчас будет неплохо, если я здесь по левой зоне объеду. Титанчик уже газует, но я ему сейчас здесь заряжу пару выстрелов, и будет, я думаю, что нормально, если я откачусь вот здесь вот так, и вот здесь вот так. Ну, блин, ну, помирать вы будете сегодня, друзья? А где мои тиммейты? Я даже лучше самоуничтожить, еще чуть урона нанесу противнику. Я чуть-чуть не понимаю просто, где мои тиммейты? Я уже два или три захода делаю таких неплохих, и хоть бы, хоть один танк бы прикрыл бы, было бы неплохо. Но пока этого прикрытия, честно говоря, не вижу от моих союзников, которые бы мне могли помочь, а я бы поставил бы, взял данный нагибаторский мячик. Конечно, безусловно, карта, наверное, не самая удачная для данного формата, но все же она небольшая, здесь нужно просто немножко получше геймплеить, врываться и за счет этого определенно вытягивать каточку. Поэтому я думаю, что сейчас, если я перемещусь сюда ближе к Центрику, начну раздавать здесь урон. Очень сильно хочется, друзья, прожать овердрайв, очень сильно хочется. И вот сейчас, наверное, стоит это делать, потому что потом может шанса не быть уже на прожатии. При этом раскладе то, что парень здесь находится еще в куполе своем нагибаторском, лучшего момента, наверное, здесь не будет на реализацию овердрайва. Но я, друзья, напомню, мы, безусловно, играем ради победки. Правда, у меня вот сейчас 0 хп, лучше куда-нибудь мячик скинуть. Я все равно, скорее всего, здесь его не поставлю. Хотя можно попытаться дождаться аптечки. Парень хочет тащить. Ну, тащи, тащи, тащи. Тащи, я тебе даю шанс. Тащи. Если ты так сильно хочешь тащить, тащи. А мне надо было дождаться аптечки. И сейчас пробовать как-то накидывать урон. Я не знаю, что тут делать. Но, похоже, мой тиммейт просто сейчас сольется. А он додуматься скинуть не может, да? А, ну то есть, я ему, значит, скинул. А он мне скинуть не может. Ну, ладно. Бывают и такие персонажи попадаются. Главное, чтобы сейчас противник не поставил. Потому что победка сама себя как бы не найдет. И если я дам противнику поставить в такой ситуации, то я думаю, что моя победка не то, что меня не найдет. Она от меня вовсе уйдет. Поэтому я думаю, что стоит как-то по-красивому здесь сыграть. Возможно, даже по какой-нибудь такой интересной траектории. И было бы неплохо, если бы я сейчас выключил бы и просто поставил. А, урона ужасно много прилетает. В принципе, даже по резу у меня все нормально. Все в порядке. Даже его-то и менять здесь не нужно. Но проблемки все-таки имеются. Имеются проблемки в плане того, что нет какой-то определенной помощи. Притом даже УПшка у меня вроде как неплохая. Значит, определенно я не руиню эту катку. Здесь надо немножечко помощи, может. Чтобы тиммейты поврывались. А я уже тогда завершил бы. О, неплохо лагает парень. Давайте вот так объедем. Там как раз твинс пошел на низ. И сейчас... Блин, можно было ставить. Можно было ставить, определенно. Потому что у меня еще овердрайв был. Аптечка вроде как была. Но как-то я немножко не поверил в себя. То, что там столько танков. И что я смогу поставить в такой... Не самой, наверное, простой ситуации. Но ничего страшного. Две минутки еще есть. Определенно поставить надо. И выиграть эту каточку тоже. Поэтому давайте... Надо как-то его сливать. Надо как-то его сливать. А он улетает просто. Все. Все, я его потерял. Если у нас там нет ни одного дефера, то он поставит. Благо, хоть деферы есть. Вот вам и регби, друзья. Вот вам и регби, где... Все зависит от того, насколько сильно сконцентрирована ваша команда на атаках. На взаимодействии. И за счет этого, конечно, выигрывать намного и намного проще. Заметьте, я еще ни разу не сводился на этом страйкере. И по сути с этим устройством... Сводка... Ну, вот посмотрите. Я сведусь, да. Ну ладно, хорошо здесь купол поставили. Но, грубо говоря, я бы нанес бы вот с двух ракет бы... Ну, тысячи две, наверное, урона, не больше. То есть это явно не тот самый большой урон, который бы... Мне был бы в данной ситуации максимально полезен. Поэтому даже вот так по одной ракетке ты все равно, в общем и целом, нанесешь урона куда больше. Правда, сейчас моя ДДшка ушла на ХД. И времени осталось всего лишь одна минута. А где наш мяч вообще? Где мяч? А мяч там вообще сейчас еще поставят его, и все. И катка будет определенно слитая. Ну нет, ну нет, только не поставьте, только не поставьте, ну пожалуйста. Ясно понял. Ну здесь, наверное, я сам виноват уже. Больше поехал как-то. Делать начал больные движения. Но уже 45 сек, все. Либо подбор, прожатие овердрайва и доставка. Либо я проиграл этот бой и сыграл его максимально неправильно, неаккуратно. И... Не выиграл данную нагибаторскую каточку. Поэтому пробуем. Надеемся на то, что я сейчас успею здесь отъехать и ворваться. Определенно ворваться, 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 мина. Ой, боже ты мой. Да, не свезло 15 сек. Шансов на доставку уже абсолютно никаких нету. И скажу я вам, друзья, что... То количество опыта, которое я набил, не является хорошим количеством опыта. Всего лишь 185. Да, при том раскладе, что я получаю 6 звезд. Но... Это слабая игра. Это определенно слабая игра. Это определенно не то, чего я хотел бы здесь увидеть. И поэтому нам надо сейчас сыграть еще одну катку в регби. Возможно, сейчас со страйкером более эффективно использовать даже тот же Хантер. Ой, тот же Викинг, тот же Хорек. Но никак не Хантер. Либо же я чуть-чуть недоигрываю. Не знаю, что-то пока не получается. Надеюсь, что сейчас пикнет небольшую такую определенную карточку. И там уже попробуем раскрыть побольше этот страйкер. И возможно-таки мне стоит еще и взять резист от самого страйкера. Сейчас посмотрим. Если я буду накидывать по самому себе, то в какой-то степени определенно лучше взять резист тогда. Чтобы не страдать. Карта, ну, не максимально, конечно, неудобная. Но не самая приятная карта. Я, конечно, не любитель этой карты в данном режиме. И скажу вам сразу, что я ее вообще, в общем и целом, перепикиваю. Если я играю на стримах. Но, так как это видеоролик, в очередной раз я вам скажу, что, в принципе, это не имеет значения. И мне... Серьезно. Вот так вот просто дают доставить флаг. Вернее, мяч. Прикольно. Я уж думал, меня сейчас как быстро расстреляют. Я вообще тут ничего не успею сделать. А мне тут говорят, добрый вечер, друзья. Ставьте. Ставьте. Просто ставь. Заезжай и ставь. И все. Хорошо. Мне приятненько, когда мне дают шанс. Было бы неплохо, если бы сейчас я бы еще один мячик взял. Но у нас очень такой наглый есть... Я так смотрю. Нагибатор. Который очень хотел бороться за мячика. Как только увидел противника, сразу обосрался и отъехал. Я в шоке от таких игроков, конечно. Ох уж эти профессионалы матчмейкинга. Ой, отличная ракетка сейчас полетела. Кем тайминговая такая. Ну и шафт должен, по идее, выдавать мне плюху. Да. Здесь все дефолтно. И еще один шанс на доставку. Похоже, мне есть. Как-то очень непонятно играет противник, если честно. Какие-то очень простые флаги мне дают ставить. Если сравнить эту катку с предыдущим боем. Там, где я даже подъехать, грубо говоря, к базе и не мог противника. То тут я просто заезжаю и никого не вижу. Ну просто никого. Просто заехал, просто поставил. Максимально легко. Максимально беспрепятственно получаются такие доставки. И за 2 минуты 2 мяча. По сути, моя нелюбимая карта может превратиться в ту карту, где я еще и сделаю сейчас досрочку. И это будет максимально круто. Что касаемо резиста, тут, наверное, стоило бы поменять его. Потому что шафт мне как минимум накидывает. Гаусса у меня есть. Арты вроде как здесь я и не видел. Возможно, стоит поменять рез. Ну ладно. Если сейчас поставят еще один мяч, то в принципе, я думаю, что уже никаких смен резиста здесь делать не нужно будет. Можно и так будет выиграть. Но тиммейт наш не поставил. К сожалению. Давай, Гоша. Твой шанс настал, Гоша. И тебе надо ставить Геннадий. Гоша Геннадий? Или Гоша не Геннадий? Что-то как-то я забыл, друзья, если честно. Ну ладно, ничего страшного. Доставка есть у Гоши. И 3-0 имеется. Довольно неплохо идем. Довольно неплохо идем. 3 минуты. Прошло боя. 3 доставочки. Грамотно. Еще и можно поконтрить вражеский рез. Можно еще и сейчас здесь подобрать ДДшечку. Мне там уже Гауссы сводятся. А я продолжаю накидывать. Двух забрал. И в принципе, неплохо все это дело смотрится. Что касаемо Уранчика. Ну, друзья. Я не могу вообще ничего сказать плохого про это устройство. Да, его занерфили. Но это мое любимое устройство на страйке. Просто любимое. Когда ты за тычку даешь по 1300 урона. Вы не представляете, какой кайф вообще от этой пушки я получал до определенного времени. Пока не было у нас Гауса в игре. Пока у нас не было других имбалансных вооружений. Да, оно не самое простое. Но если ты умеешь на нем играть. Одно удовольствие. Просто играть на этом страйкере. Я вам серьезно говорю. Если вы никогда еще на нем не катали. Либо же имеете его в гараже, но катаете на нем мало. То периодически просто заходите для души поиграть на этой пушке. И возможно, даже в комментариях можете написать, кто является любителем данного вооружения. Я имею ввиду даже не то, что вооружения. А именно самой пушечки. Страйкер. Мне будет интересно вообще узнать, есть ли у нас такие нагибаторы. Которые играют на стройкере постоянно. Раньше таких игроков было довольно-таки большое количество. Сейчас, наверное, их значительно-значительно меньше. Да и вообще, в принципе, в матчмейкинге довольно редко сейчас встречишь данную пушечку. Занерфили. Резистов вообще ноль, видите? Противника вообще реза нет. От такой пушки, от которой раньше резисты, грубо говоря, брались по КД. Странно. Очень странно. Что вот так вот, такие отличные, интересные пушки, разработчики просто берут и нельфят. Блин, я что, успел скинуть, заразу. Я хотел поставить. А теперь придется ставить его довольно тяжелым способом. И, похоже, я его даже здесь и не поставлю, да. Эх, зараза, зараза, ты мамонт. Зачем ты это делаешь, друг ты мой хороший? Ты все равно эту катку сольешь, и шансов у тебя на победу. Грубо говоря, никаких здесь нету. А мог просто-напросто дать мне доставить, и я бы отправился бы в следующий бой. С красивеньким, возможно, даже досрочечкой. И спокойнейшим образом бы был бы доволен тем, что сумел реализовать данное интересное вооружение на этой замечательной карте. Но пока... Давайте я все-таки сменю резист. Почему я делаю это так поздно, я только не знаю. Но... Шафт немножко подбешивает, когда такие плюшки прилетают. С 50% резистом явно этот урон будет значительно меньше. На другие пушки я как бы особо там даже внимания не обращаю. Там особо ничего и не прилетало. Олег тут какой-то нагибает. С приваренной башней. Ой, если прокетка бы это залетела, было бы очень приятно. Жалко, что она не достигла цели. Вот это достигло цели. И тиммейт наш 100 ставит, да? Молодчик. 50 секунд. И можно, в принципе, завершать досрочно. Можно завершать досрочно эту катку. Можно сейчас еще немножко пострелять. Раньше я вот так вот любил контролить вражеские респы. Просто не представляете, как я кайфовал от того, что ты вот так вот заходишь на вражеский респ. Начинаешь вот эти вот выстрелы выдавать. Которые там по 2000, по полторашечке вылетают. Ну, в зависимости от того, есть у противника резист. Либо ДАшка включена или нет. И такие плюхи постоянно залетают. Еще когда раньше я играл с бустером, пока бустер тоже нагибал. Это было максимально круто. Смотрелось довольно-таки эффективно. Но сейчас это все, наверное, находится немножечко на другом уровне. 5 секунд до конца. Я уже тут поставить явно не успею. Просто чисто овер, наверное, прожму. Дабы просто прожался. Просто прожался, да и все. Так, ну и последнюю катку. Последнюю каточку. Как вы видите, что у меня заданки имеются в штурме. Давайте я, наверное, скатаю в штурме. Дабы она была, как бы, такая более интересная завершающая. Возможно, таки меня кинет за деф. Но хотелось бы, наверное, чтобы закинуло сейчас за атаку. Все вы знаете то преимущество, которое было в этом штурме на Диктаторах. Какие там фармились бешеные просто кристаллы. Но сейчас всего этого нету. Есть еще и моя любимая крит ошибка. Которая, в принципе, в этом формате довольно часто встречается. И здесь точно нет ничего удивительного. Да и вообще, в принципе, крит ошибки это уже что-то простое. Ничего необычного здесь, по сути, никогда уже и не будет, наверное. Но таки надеюсь, что, конечно, с переходом полноценным на новую версию HTML5 там уже не будет таких прям диких проблем с этими критами. Надеюсь, что это будет в процессе все фиксится. Но это, конечно, лишь мои домыслы. Но здесь катка опять начата. Четыре минутки до конца. И я думаю, что, наверное, здесь еще можно выиграть. Здесь, конечно, не самый лучший подбор вооружений у противника. Но под мой резист я имею в виду. Нужно сейчас будет что-то здесь переодевать. Я видел там два твинца. Я видел два пулемета. Я вижу рельсу. Я вижу гром. Давайте я переоденусь. Гаус есть. Хорошо, от гауса ставлю. Возьму твинц и возьму пулемет. Два пулика было, два твинца, гаус. Хотя бы от пятерых резист здесь возьму. Там нейтра. Она мне, по сути, не нужна. И было бы неплохо сейчас бы где-нибудь еще плажочек взять. Хотелось бы, наверное, вот где-нибудь здесь. О, вот здесь он и появился. Отлично. Полетели. Есть одна здесь супер траектория на этой замечательной карте. Я думаю, что ей нужно воспользоваться. Определенно. Попробовать по ней поставить. Это вообще является, наверное, самая беспроигрышная траектория доставки. Но даже тут я чуть-чуть было не ошибся. Если честно, повезло, что там еще танк дополнительный стоял. А так бы мог вообще ошибиться и по самой легкой траектории не поставить здесь очень нужный флаг. Так, катку мы, я так смотрю, сливаем. Я зашел, друзья, уже 3 минуты боя прошло. И я уже сейчас буду опять на первом месте в катке. Да. Конечно, подбор тиммейтов явно не является максимально удачным и нагибаторским в этом плане. Но я думаю, что, в принципе, это не является большой проблемой. И доставлять хотя бы вот этот вот вложочек мы можем. А здесь я так понял, что у тиммейта еще один, да? Как бы мне его так толкнуть? Ну, парень, ты мой хороший. А ты стрелять вбок умеешь? А, он на жиге лежит. Я понял. Ну, тогда. Тогда, друг, ты мой хороший. Я тебе уже ничем помочь здесь не могу. Здесь уже все плохо. И, к слову, резиста-то от самого себя я так и не взял. И, наверное, таки он даже в какой-то степени и не нужен. Вот раньше можно было вот так вот взять. Свестись. По, например, тому мамонту, который стоит по центрику. Нанести большое количество урона. А сейчас что-то там, две ракеты эти выдашь, ты даже его не убьешь. Смысла абсолютно никакого нету. Долгий заряд, а урона, по сути, никакого нету. Никакого импакта не вносит это. Аппетитная сводочка на уранчике. А раньше на джиггернауте, помните? Как жестко можно было нанести большое количество урона. И спокойнейшим образом потом за счет этого еще и зарешать. Ну, ладно, врываемся. Врываемся по лучшей траектории. На данной замечательной карте. Возможно, падаем в минус. Но нет, даже не падаю в минус. Он сейчас падает. Ну, в принципе, даже можно сминичтожиться, дабы противнику фраг не дать. 40 секунд есть. Еще одну доставку можно будет сделать. Если честно, я даже не помню, сколько я здесь поставил. Похоже, три флага я здесь поставил. Может, ошибаюсь. Ну, давайте поставим еще один. Давайте поставим еще один. И понадеемся на то, что наши тиммейты... Ну, нет, так много еще не поставят. Времени мало. Времени мало, друзья. Времени мало. По-моему, это есть, интересно, этот сам. Даже если у него что-то и здесь и было, то уже у него ничего нет. Определенно, я сделал максимум в этом эпизоде. И осталось всего лишь один флаг бы доставить. И мы могли бы даже выиграть эту катку. Я даже, честно говоря, не помню. У меня была возможность поставить еще один дополнительный. Или не было. Ну, давайте последнюю, наверное, завершающую сыграем еще одну в штурме. Потому что каточка была такая, более досрочная. И не с самого начала она здесь у нас проходила. За деф бросает. Хотелось бы, конечно, за атаку. Но давайте попробуем реализовать данное вооружение из-за деф. Сыграем более агрессивно на вражеском респе, я думаю. Явно на своем респе я играть не буду. Это максимально скучно, наверное, для видеоролика. Хотелось бы что-нибудь вот как-то так на встретительных курсах тут поиграть, пострелять. И за счет этого понаваливать по противнику. Очень плохо, что он, конечно, соумничтожился. Но он, похоже, шарит просто, этот парень. Он неспроста соумничтожался. Он, похоже, знает, в чем фишка. В чем сила этого режима. Квик какой-то. Здесь, интересно, с чем он. А, с защитником, я так понимаю, да? Я очень мало урона по нему наношу. Похоже, да. Противник начинает потихоньку ставить. Это плохо. Это определенно плохо. Но если играть на агрессии, на встречных курсах, то, возможно, проблем здесь никаких не будет. Отлично. Еще выстрел. Дополнительный добивающий. Туда залетит? Нет, не залетило. Ну и сейчас. Было бы неплохо, если бы наши тиммейты тоже немножко включались. Вот сейчас я смотрю, что Хантера Смока неплохо отыграло. Эпизодик. Ну и здесь минус два флажка. Как бы. Грех уж не прожать овердрайв, друзья. Я, конечно, мог их добить, но рисковать особо не хотелось. Лучше я уж прожму овердрайв, который мне, по сути, наверное, в ближайшее время особо не пригодится нигде. А вот в такой ситуации явно его стоило здесь прожимать. Васпи как-то едет не совсем уверенно. По каким-то не совсем грамотным траекториям, я бы сказал. Ну а я уже могу попытаться здесь заехать на вражеский рейд. Какой-то очень интересный диктатор играет. Интересно, сколько у него опыта? А, 15. Я уж думал, он сидит на механике. С овердрайвом. Пытается нагибать. Хотя он это все делает за атаку, а не за деф. Очень странно, если честно, это выглядит. Ракету я там попал. Одну доставку предотвратили. Наши союзники. Одну нет. Не сказать, что успешно чересчур, но и не сказать, что чересчур плохо. Сводочка по 1300. Неплохо пойдет. Ну и давайте еще добавлять. Добавлять, добавлять. Определенно добавлять. Определенно. Определенно. 1700. Ой, какой 1000, говорю. 175. 175. 11 на 1 иду. Можешь поиграть на УПшечку. Прошлый раз, когда я записал видеоролик. Когда я решил поиграть на УПшечку, это ни к чему хорошему не привело. Может сейчас к чему-нибудь к хорошему приведет. А кстати, с респа, возможно, даже неплохо так сводится, когда у парня еще имеется время это нулевого урона. То может быть даже стоит и сводиться в эти замечательные тайминги, дабы наносить урон. Я думал, что здесь где-нибудь ДДшечка лежит. Вот в этой зоне. Но, к сожалению, ДДшечку забрали, забрали. Мне надо как-то этот кулдаун пережидать. Тянем пока что в плюс 3 флага, если смотреть на очки. И пока что это количество мне позволяет полноценно играть на вражеском респе. Что-то какой-то микроподлаг произошел. Я уже даже подумал, если честно, что у меня крит ошибка сейчас будет. Вроде критов нету. Забайтим хорька. А он с минами сидит, я понял. Я думал, сейчас забайчу спокойнейшим образом. Заберу его. А он там с миночками нагибает по полной программе. О, какой-то тоже хороший, интересный молодой человек. Катающийся по респам и ставящий бомбы, да? Попаду в него? Попаду. Отлично. Отличная реализация, если честно, страйкера происходит в данной катке. Мне очень нравится, что реально все получается и работает. Только я вот не обратил внимания на свой резист. Вот сейчас я обратил внимание и вижу, что он ни о чемовский. Возможно, стоит его переодеть. Возможно, стоит взять что-нибудь другое. А как вы вообще, если честно, у меня сейчас в голову пришла интересная мысль. А как вы смотрите на идею, чтобы я покатал в дальнейшем в катках вообще без резиста? То есть, нулевой рез и отправился на каком-нибудь вооружении, не самом жестком, не самом приятном, играть в матчмейк. Я думаю, что это была бы довольно интересная мысль. Довольно-таки интересная была. Напишите по этому поводу, ребят, в комментарии, если... Если вам это интересно, будет вообще смысл, наверное, что-то придумать с этим делом. Ладно, не солью я его так просто. А уж если я просто прожму овердрайв, то данный слив произойдет максимально быстро. Ну и складывается данная катка максимально удачно. Я сегодня как-то даже на таком сочетании особо и не напрягаюсь. Спокойнейшим образом катаюсь что-то себе. Накидываю этот замечательный урончик. И сопротивления особо никакого в данных катках у меня нет. В предыдущей каточке чуть-чуть надо было поиграть на киллы, на опыт, дабы было немножко больше маневра. Ну и попытаться нужно было все-таки там выиграть. Но чуть-чуть проиграли, ничего, конечно, страшного там не было, потому что я не с самого начала играл этот бой. Если бы играл с самого начала, я думаю, что там была бы безоговорочная победа. Давайте тиммейт поставим этот овердрайв. Возможно, ему он очень сильно нужен. На меня там уже, я смотрю, в чатике очень сильно ругаются. Но я же ничего плохого не сделал. Я всего лишь сделал 18 киллов. Это на сколько? Ну, в два раза больше, чем мой тиммейт второй сделал на втором месте, который идет. Я считаю, что это не так много. Я считаю, что в таких катках, в принципе, можно было бы делать, наверное, и по 30 киллов. Если бы я бы сидел исключительно на вражеском респе, катался бы за каждым танчиком, который стоит тут. Но так как в какой-то степени я еще и следил за флагами, чтобы там где-то дополнительный, например, флаг какой-нибудь не ушел. Не всегда получалось забирать какие-то такие дополнительные фражки, чтобы выбивать определенную тридцаточку. Но я считаю, что 19 киллов за такой бой, в принципе, тоже неплохое количество. При том раскладе то, что противник не играл агрессивно и постоянно мне надо было где-то его искать. То данное количество является довольно-таки неплохим. Первое место мы в очередной раз забираем. 20, ну, 19 киллов имеем. 3,8 у пешечка. Довольно-таки неплохая. Поэтому, что я вам могу сказать, друзья? Страйкер не умер. Определенно. Да, он не такой скиллозависимый. Не такая дикая имба, как была раньше. Но это та пушка, про которую сейчас многие забыли. Но она до сих пор является той самой имбой на уранчике. И если вы играете на каком-нибудь вооружении, например, на рельсе или еще на чем-нибудь другом, да, видите, что от вас есть резист. Большое количество. Вы так себе в голове продумываете. Так, на что я могу сменить пушку? И когда вы вот эту вещь продумываете о смене вооружения, вспомните о страйкере. И я более чем уверен, что резиста от данной пушки не будет у противника. Я сегодня скатал 4 боя. Там в одном бое, если я не ошибаюсь, по ходу катки там челик просто его переодел. Взял, потому что я его начал выносить. И все. Резов нет. Играйте определенно. Это та пушка, которая мне, честно говоря, нравится. Я думаю, что в какой-то степени все же нужно на ней больше играть. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Не забывайте прожимать лайки, как всегда мы с вами это делаем. Соточка лайков означает, что выходит завтра уже следующий видеоролик. Также не забывайте подписываться на канал, потому что большое количество зрителей смотрят данные видеоролики без подписки. Поэтому если у вас кнопочка горит красным, подписаться, сделайте ее серым. Поддержите меня. Мне будет очень сильно приятно, если вы подпишетесь. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.